МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас. Это телеканал «Импакт», программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Я не один. Предоставляю сразу с первых минут пастора Василия Пархатюка. Пастор Павел. Пастор Василий, приветствую тебя. Приветствую. Приветствую, братья и сестры. Велком бэк, как я говорю. Очень рад за превосходство. Мы снова с тобой вместе. Неоднократно мы встречались. Привык приходить и очень нравится. Я рад. Всегда, когда ты мне звонишь, я знаю, что будет... Что-то происходит. Хороший эфир будет. Хороший эфир. Церковь «Hungry Generation». Прекрасно всем известная церковь. Много наслышанная о вас. И церковь находится в прекрасном штате Вашингтон. Город Паска. Трайс-сити, город Паска. Совершенно верно. То есть конференции продолжаются у вас. Да, конференции продолжаются. Очередная будет. Очередная будет в Сиэтле. В Сиэтле. То есть город Белавю. Большая церковь. Снимаем, арендуем. Там будут и наши славянские мероприятия. Будут 30-летия в той церкви эмиграции. Потом будет служение проводить. Перед нами за неделю добрый самарянин. Петро Радчук. Это большое здание. Кейси-3. Это не Белавю. Это Федерал Вей. Федерал Вей. Да, да, да. Если сам там не живут, то они эти города сливаются. Белавю. Это известная церковь. Федерал Вей. Федерал Вей, да. Да, большая церковь. 15-16-17 ноября. Следующий месяц. 15-16-17 ноября. Нет, это будет следующий месяц. Это октябрь. Да. Ноябрь. А, ну да. Мы говорим за это. За ноябрь, да. То есть конференция ваша будет в октябре или в ноябре? В ноябре. Ноябрь. 15-16-17. Друзья, если вы находитесь в черте Большого Сиэтла, мы его называем, значит, велкам. Места хватит всем. Ну, это даже дальше за Сиэтл. Ну да. Наша программа идет далеко, наверное. Конечно. Ну да. Ну, я понимаю так. Если человек может, находясь в черте Большого Сиэтла, Большой Сиэтл мы называем это Такома, это Эверет, это Федерал Вей, это Беллвью, Редмонд, это Киркланд. Ну, и это мир сегодня узок, короткий, земля круглая. Очень много будет людей из других стран. И вот у нас в это воскресенье уже начинается новый набор. Только выпустили мы три недели назад библейскую школу. Это будет следующий набор. У нас будет 15 студентов из-за предела Америки. А остальные будут из-за Америки. Это все вы делаете на базе «Hungry Generation». Да, в нашей церкви. И, кстати, церковь, где планируется быть конференцией, насчитывает сидячих мест не менее 4,5 тысяч. Я не считал точно мест. У меня ответственный мой сын за этот контракт. Да. Но мест много. И для нас, естественно, это большой вызов. Вот. Но мы проводим эту конференцию нашей церковью. Вот, наши служители. И мы приглашаем. Друзья, welcome, welcome, welcome. И я знаю, что всякий раз, в основном, я так подчеркну, всякий раз, в основном, ну, бывают всякие моменты в наших служениях, но в основном ваши конференции, они проходят на высоте, я так скажу. За исключением тех моментов, не зависящих, скажем, от нас. Да. Но все, что зависит от вас, я знаю, настолько вы щепетильно, аккуратно, настолько серьезно подходите к организации, зная тебя не один год, я знаю, что ты очень пунктуальный в этих вопросах. И это делает честь служителю. Это я не с тем, чтобы ты меня похвалил взамен, но с тем, что если таким образом наш подход к тому, что мы делаем, Богу, я более чем уверен, это очень нравится. Мы так и должны делать. Очень нравится. И мы плавно перейдем к нашей основной теме сегодняшнего эфира. Это с тем, чтобы, если мы делаем конференции, если мы проводим богослужения, конференция – это не с тем, чтобы только лишь собраться, пообщаться и кофе попить. Но вы преследуете определенную цель. Какую цель конференции преследовала Первая апостольская церковь? Какую цель? Читаем. Кстати, возглавие в этой Библии, возглавие этой главы, так и стоит. Первая церковь. То есть, о чем это? Это Первая церковь. То есть, это печатное синодальное издание. Написали вверху Первая церковь. Смотрите. Петр и другими многими словами, это апостол, он, то есть Петр, свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. Спасайтесь от рода этого развращенного. Если это развращение имело место две тысячи лет назад, в какой тьме люди находились? Две тысячи лет спустя, друзья, представьте, в какое время мы живем, и где, и куда катится мир. Намного глубже. Запятая. Запятая. 41 стих. Итак, охотно принявшись слово, крестились и присоединились. Присоединилась. В тот день душ около трех тысяч. Вот какие конференции. Причина для конференции. И цель конференции была в Первой апостолистской церкви. Спасение. Спасение людей. Что мы на сегодняшний день имеем? Пастор Василий. Друзья, кто смотрит и будет пересматривать, это действительно очень серьезный вопрос. И тема для рассуждения, обсуждения, пересмотра. Спасение. Спасение – это правда. Хотя мы живем в мире, где шторм информации, забот, хлопот политических, экономических и разных, и сознание, и реакция человека, она способна теряться в многообразии и тупеть. Но это не отменяет самой правды, самой реальности. И, к примеру, в нашей суете, поседневной, интернет, экраны, друзья, работа, встречи, информация, мы теряем сознание, что есть смерть. Ну, это не сводит со счетов эту суровую реальность. И правильно быть aware, ну, проинформирован, что это правда. Тем более, что мы говорим, как церковь, что после смерти есть настоящая смерть, вот, от которой должно быть спасение. И вот этот вопрос о спасении, что ты прочитал, этот вопрос, он поручен церкви донести, рассказать и спасти, и объявить прощение. Ну, на нас лежит большая ответственность. Ну, разве не этим мы занимаемся уже две тысячи лет? Надо сказать, то, вот, если между нами и аудиенция наша, в основном христианская, как пастор, мне 60 лет, вот, буквально нескольких дней. Ну, мы авансом поздравляем тебя. Спасибо. Я встречал, бывал на конференциях, где стоял вопрос ребром о спасении людей в наших церквях, о росте церкви, но не в славянском мире, как и в Америке, так и, допустим, в России, на Украине. Я встречал такие конференции, был в Корее, где-то в американских кругах есть подобные конференции. Но таких конференций, где стоит вопрос принципиально среди пастырей, потому что кто может донести уже церкви, членам церкви, эту боль, сострадание, страсть, посвящение, целеустремленность быть вовлеченным, это, естественно, пастыра. Вот, бывая на конференциях пастырских, общаясь с пастырами, пастыры действительно, пастыры действительно увидели запущенность этого вопроса. То есть, есть проблема в этом? Большая проблема. На твоем кресле, короткое время назад сидел начальствующий епископ Российского Союза, Евангельского, Эдуард Грабовенко. Не видел, не слушаю. Да. И он удивил всех нас. Он удивил всех нас. Чем? Что в 40 лет он принял Союз, будучи 40 лет от роду, ему доверили огромный Союз с количеством более тысячи церквей. И за последних, поправьте меня, ребята, может помнят этот эфир, наверное, за последнее короткое время, этих 10-12 или сколько лет он возглавляет Союз, стремительный рост новых церквей и новообращенных. И с тысячу с чем-то до трех тысяч. А это большой показатель. Я к чему? То есть, там как-то они работают, трудятся, вертятся. Пастор Василий, в рамках нашей эмиграции, в рамках здесь наших церквей, наших, как я люблю говорить, соотечественников, в рамках нашей славянской субкультуры в Америке. Диаспоры. Диаспоры. Что, у нас что-то не получается? Ну, смотри, Юра, я хочу тебе ответить на первый вопрос. Сколько бы ни поднялось количественно церквей в России, это всегда и остается мало. О, сто процентов. Я миссионером был в России и вот в этом же Союзе, где Горбовенко, оттуда мигрировал. И знаю, после моего уезда, что теперь есть, что с церковью, которую я оставил, с того времени она уменьшилась в три раза. Даже так? И по целой Смоленской области. Но тут мы не столь говорим о цифрах, потому что количество людей, которые живут, и которые в церкви, это, ну, есть большая разница. И тем более, когда мы говорим и об Украине, потому что нас слышат далеко, вот, Белоруссия, Молдова, и Россия, и Америка, и Америка. Здесь я говорю такую общую картину, что она желает и кричуще желает быть поправленной в церквях. Поправленной в церквях, но она не может поправлена быть в церквях, если не будет поправлена среди пастырей. Что пастыры освежатся в этой нужде, в этой проблеме. Что пастыры почувствуют страсть. Вот. Хорошо. Это проблема пастырей? Это наша проблема? Или люди не идут? Или люди не идут, потому что вот что-то мы не то делаем? Ну, люди, люди на торжеще, как Христос сказал, притчу, они есть. Они есть для мусульман. Их подбирают мусульмане, яговисты, мормонии, оккульчисты, ньюэйдж, атеисты. Род приходит на торжеще и их разбирают. Покупают. Покупают, да. Продавцы. Вот. Где наша платформа? Что мы как альтернативу? Ведь там много-то не обещают. Политические партии и так далее. Или страхом спасают. В кавычках спасают. Или страхом они делают это. Но ту правду, которую мы имеем, это правда. Вот. Это правда. И вот отрезвить, заточить наш дух, особенно пастырей, без этого мы не сможем в церкви поднять церковь, чтобы они поднялись выше пастора. Потому вот мой клич и наша конференция в Сиэтле, вот, из нескольких семей, там, Пасха, вот, чуть-чуть подальше пустыни от цивилизации. Вот получилось, получилось хорошее движение. Вот. Люди из мира. Вот. В нашу церковь никто из славян не пришел за все это время. Это люди местные. Мы видим на английском языке. Люди каются на постоянной основе. Сейчас у нас два потока. И, кстати, наши зрители, они прекрасно помнят проповеди Ваши, твоего помощника Владимира Севчук, Савчук. Савчук. Савчук, да. Кстати, вы не думаете возвратиться на «Импакт», пока не думаете. Ну, уже мы организовались в большую такую платформу на интернете. Но вы потеряли зрительскую аудиторию в «Импакте». Видите, мы только по-английски. А, да, да. Нету перевода. Да, да. Так, смотрите. Я помню, прекрасно помню начало церкви. Я помню твои горящие глаза, когда мы встречались, как ты рассказывал, видение, видение рассказывал. И потом, глядя ряд свидетельств, которые мы транслировали на «Импакте», которые вы показывали. Ну, свидетельств очень много будет. Да, спасенных людей. Спасенных людей, измененных людей. То есть, получается, что все-таки, если мы в тему, если мы там, значит, оно должно получиться. Оно получается. Люди приходят, люди спасаются. Это вот судьбы, это факты неопрожимые. Это измененные жизни. На земле, но это важнее всего вечность. Почему, пастор Василий, почему у них лучше получается покупать, приобретать? У тех, которые не просто искаженную истину имеют. У них только ложь в устах. И они обещают ложь, кормят ложью. И люди идут. И люди идут. И массами идут. Да, это вот как раз этот вопрос должен беспокоить нас, как пастырей. Я вот как раз сказал эту мысль, что здесь кроется причина в нас пастырей, что потеряна вот эта такая резкость, непродажность, то есть где-то компромисс, где-то вот серость проходит. Я расскажу такой очень неприятный случай из моей жизни, из моего дома, семьи, который прошел очень давно, больше 40 лет тому назад. Я из семьи 16 детей. Мой отец был трак-драйвер, шофер на грузовике. Когда он всегда доезжал к дому, мы дети выбегали, навстречу папа останавливался, всех в машину, провести чуть-чуть детей. И это такая любовь однажды закончилась очень большой трагедией. Одна моя сестренка маленькая, она не успела. И в садике игралась в саду, длинный такой заезд во двор, штахетный забор, дом и калитка в сад. И она выбегала, чтобы к папе успеть. Встретить на руку отца. И папа проезжал, и она прямо под задние колеса грузовика. Это была такая трагедия. Слов в мире не существует описать. И мы взывали, взывали в истерике, и в панике, и в фанатизме. Кто-нибудь есть, заплатим любую цену. Все продадим, продадимся сами, лишь бы возвратить назад. Но... Но... Но она у Господа. Но этого не получилось. Не получилось, да? Мы взывали время к вечности. Позволь прокрутить время назад. Нам минутку. Минутку из вечности дай назад. Ты калитку закрыли. Секунду дайте. И никто не дал нам. Ну, когда вот эта суровая реальность сегодня, колеса наезжают на людей, на вечность. Моя сестренка пошла к Богу. Все верующие, родители верующие. Да. Но когда сегодня вот еще более суровая реальность, колеса наркомании, лжерелигии, оккульчизма, атеизма, раздавливают справа и слева. А греха? А греха? Да, да. И греха. Раздавливают. Вечность сразу осуждает. То вот, значит, в церквях, когда это случилось в нашем доме, это была истерика. Это был, вычитывая, был крик, вопль. А вот, и если бы это так не было бы, вот этой истерики, то если бы соседи подошли бы и увидели, что ребенок раздавлен, и родители себе холодком, там, напевы в собрании, сишки, там, стихотворения, там, ну, там, о святости, то-то-то такое, они бы посчитали нас, что мы ненормальные. Да, сто процентов. Это, естественно, вот, истерика, когда речь идет о спасении. Когда там просто care for people, значит, там, памперс поменять ребенку, там, покормить, там, помыть его, там, уложить спать, это не разговор о спасении. Пастор Василий, переносимся в плоскость той истерики и в плоскость того колеса, перенесемся в плоскость действительности, реальности сегодняшнего дня. Где истерика? Где истерика? Вот же вопрос. В наших церквях то ли мы не верим, что это вот правда, во Христе спасение вечное, и не имеющий сына не имеет жизни. Ведь, когда моя жена работает в больнице, там медицинский персонал, там здорово спрашивают, если вдруг что-то не додали, не доделали, не просмотрели. Судят по большому счету. А тем более, если это приведет к смерти пациента, тогда вообще судят. Заотвечают очень здорово. И готовятся профессионалы, выстраиваются команды, там большой бюджет. Когда мы сегодня посмотрим, как наши служения идут. Ну, по благодати идут. Как вот, что проповедуется, что поется. Когда люди приходят и говорят, а где истерика? Если это вы вот правду говорите, что там спасение, ведь в любой момент человек помирает, и все, безвозвратное явление, вечно в аду или вечно с Богом. То если это правда, то что-то не похоже. Почему не кричим пожар? Да, почему не прочитаем мы на лицах. Пожар? А мы себе спокойно. Горит дом, люди внутри. А мы спокойно ходим в игру. В домино играем. В домино играем. Точно, точно. То или это правда, или мы должны просто дать ответ сами себе. Вот мы правду говорим, или это всего лишь игра. Но ведь это не игра. Как ты думаешь, когда и где и почему, в какой момент нашего служения пастырского, вот это было потеряно нечто то, что было драйвом, как говорят, был драйв такой. Юра, я считаю, что вот эта потеря, она, это шторм каждого дня на нас. И если как мы не питаем свое тело, мы теряем силу, в том, так же точно, если мы вот эту тему, мы ее не stir up, не культивируем, постоянно не затачиваем, не воспламеняем эту реальность. Она сама по себе теряется. Мы вот ассимулируемся как бы с миром. Вот. И мы остываем. Но это остывание, оно не отменяет реальности. Ну не отменяет реальности. Как вот просто остываешь там, не думаешь, что смерть может быть так. Но когда вдруг с каким-то родственником что-то случилось, я встряханул. Да. Вот это же серьезные вещи. Так точно в наших церквях. А это не будет, если мы среди пастырей, вот этот вопрос, отодвинуть целую массу тем, вопросов, которые... Представь себе, когда вот у матери болеет ребенок. Вот расскажу одну такую историю. Как я потерял жену. Я выехал, выехал и с моим братом, и с жена, и с Одессы. И ехали на Луц. Зима, мороз такой сильный. Сразу выехавши, это было где-то 5 вечера, уже начинало зимой темнеть. И тогда там туалета еще не было, как тут. Я говорю брату, давай притормозим, сейчас сбегаем в лесок. Вот. И поедем уже целую ночь. Жигуль был. Жена разделась, скинула с себя полушубок, халатик надела, тапочки, я говорю, буду спать. Я ее тряхнул, говорю, мы идем, сходим, сбегаем в туалет, если что, чтобы там ехать, тебе надо. Я окей, все нормально, идите. Мы себе пошли там с братом через снег. Вот. Она лежала-лежала, потом передумала, решила, тоже пойдет, только пошла на другую сторону. Мы пришли, я посмотрел. Жены нет? На сидушку. Жена спит. Вот, все, как было так, полушубок есть, так и есть. Мы заводим. И вперед. А жены нет. Никто не знает. Ох, ох. Вот. Мы час едем. Мы два едем. Мы три едем. А ты что? Мы четыре едем. Пять едем. Мы шесть едем. Мы десять. А мобильные телефоны? Какие там? Не было даже таких телефонов в те времена. Это я говорю. Я утрирую. Я понимаю. Я понимаю. Вот. Мы едем двенадцать часов. Да господ с тобой. Перед утро. Зима понамерзала на дорогах. Там не чистились. Бензина нет. Люди не едут. Такой мороз. Брат спит. Отбросился. Аж храпит. Просто на ней. На первом сиденье. Вот. Под утро я такой устал. Все, глаза закрываются. Я руку протягиваю назад, чтобы проверить жену. Разбуди жену, чтобы помогла. Как-то что-то говорить. Двенадцать часов спустя. Да. Я стряхнул. Не понял. Думаю. Уже зайчики, наверное. В глазах. Я еду дальше. Потом думаю. Стоп. Что-то не то. Я еще раз стряханул. Ничего нет. Я брат спит. Я его бужу. Я говорю. Где жена? Жены нет. Он на меня такой. Ты что, сдурив? Я говорю. Ты не я сдурив. Это ты сдурив. Я говорю. Я тебя взял, чтобы ты за женой смотрел. А ты спишь по шишеной жене. И ты не веришь, что жены нет. Хорошо прощение. Нас пробило. Меня пробило. До глубины. Все. Все. Истерика. Он говорит. Тогда доставай. Что ж? Куда дальше ехать? Мы встали в лесу перед царном. Слушай. Там это полушубок. Но я сто раз стоя тряху. Чтобы вытряхнуть жену. То он трясет. Вот. Под сидушками. В карманах. Багажники. Бардачки. Все. Жены нет. Ты решил. Я представляю состояние твое. Я представляю твое состояние. Мне это смешно. Но вам трагедия была. Вот. И. Слушай. Пробил. Если вышло. То значит. Как выезжали с Одессы. И все. Да ты что. И. Знаешь. Не стоял вопрос. А знаете. Если воля Божья. Брату говорю. Слушаю. Все. Катастрофа. Ты знаешь. Ты завези ты меня домой. Он говорит. Да. Да. Разобирайся со своей женой. Как там. Вот. Есть. Вот я утрирую ситуацию. Как Божья воля. То если он захочет. Но нашли жену. Вот. Значит. Я говорю. Такой вопрос. Не стоял вопрос. Есть ли Божья воля. Спаси мою жену. Найти. Нет. Не стоял вопрос. Даже если бы это не было Божьей волей. То все равно она. Была Божья воля. Спаси. Итак. Газеты. Да. Значит. Радио. Челевидение. Журналы. Бандиты. Полиция. Все стояло на повестке дня. Чтобы. Чтобы найти. Ну. Так получилось. Что ехала полиция. Да. Люди едут. Она в тапочках бежит. Поэтому. Мороз. Невероятно. Невероятно. Все бежали. Но полиция ехала. Остановились. Привези ее на пост. Телефоны не работают с поста на пост. А мы едем. Не думаем, что жена есть. Значит. Я рассказываю эти случаи. Чтобы мне себя самого отрезвить. Вот как я реагировал, когда меня погибла моя сестренка. Когда я потерял жену. Я хочу. Когда я вижу. Я пытаюсь заточить себя. Зажечь себя. Слушай. Это правда. Вот Евангелие. Это же правда. Я вот когда слушаю. Там свидетельство. Обращение мусульман. Какой процесс проходит. Как они рассказывают. И потом они дошли до точки. Все. Христос есть Божий Сын. А они идут на жертву. Что семья, родители могут убить. Меч висит на протяжении долгих десятилетий. Они ценят спасение. Сегодня в наших церквях спасение. Как будто незамеченное явление. Собрание прошло. Никто не спасся. То есть что-то второстепенное. Никого не колышет. Как будто это все. Но ведь это неправильно. Василий. Вспоминая начало эмиграции 90-х годов. Вот я прокручиваю киноленту. Прислышание твоего рассказа. Я вспоминаю. В начале 90-х не так было. Не было. Те, которые были в нашей церкви. В Нур-Сиатле. Не было такого богослужения, чтобы люди не приходили к Богу. Из мира. Совершенно из мира. То есть армяне каялись. Это нормальное, правильное явление богослужения церкви. Евреи приходили к Богу. И я смотрел на... То есть у нас незабываемая картина перед моими глазами. Когда зрители знают эту историю. Когда первый исторический рейс аэрофлота из России. Из России. Из России. С Дальнего Востока. Первый исторический рейс приземлился в Сиатле. И знаешь, что сделали с экипажем Ту-154? Девять человек или десять? Привели в церковь. О! Это вот. Знаешь ли ты, что они на первом богослужении... Я готовлюсь к проповеди. Получаю записку. Пастырь Юрий. В зале присутствует экипаж аэрофлота Ту-154. Ну, какая разница? А Бог дал тему обращения, покаяния. То есть, думаю, какая разница, экипаж или не экипаж. Всем нужен Бог. Во время призыва они выходят наперед. Вот, пожалуйста. Они пришли к Богу. Есть, было слово. Они пришли к Богу. По сегодняшний момент служат Богу. Один из них, благословенный капитан корабля. Благословенный. С женой. Партнер служения импакт. На протяжении 20 лет. Вот как жизнь повернулась от одной проповеди. От одной проповеди. Кто-то пригласил Богу. А благословеннейшая семья. Кто-то привел. Господь, да благослови вас. Партнеры служения импакт с первого дня. Как только пришли к Богу. Я к чему? Вначале так не было. Но потом с течением у нас что-то... У нас у пастыри начало что-то происходить. Заняло что-то другое. Что-то другое. Святость, очищение. Ну, это надо. Все это надо. Но если мы начнем только чистить машину в гараже, и она никогда не выезжает и не привозит ничего, ну, это неоправданное явление. Она для того, чтобы чего-то возить. Она для того, чтобы святость нужна, чтобы она была рабочей. Ну, сколько же можно? Ну, а что потеряно все-таки? Где мы во времени... О, у нас еще добрых 30 минут есть, наверное. Друзья, мы говорим здесь о мероприятии, которое будет Федерал Вэй. Хангри Дженерейшн. Конференция. В штате Вашингтон. Да, в штат Вашингтон. Федерал Вэй, друзья. Это около Сиатла. Большая церковь. Большая огромная церковь. Кейси Тридцерковь. Кейси Тридцерковь, известная для Савянского. Я как пастор, ну, среди славян, мои молодые, они... Вы организаторы этой конференции, говори прямо. 15, 16, 17 ноября. Вот о чем мы сейчас здесь говорим. О страсти спасения людей. Это будет звучать там. Это будет там звучать, подкрепляя вещами, которые происходили в жизни Иисуса. Ты спросил вопрос? Да. Какой? Я задал вопрос. Что потеряно? Что потеряно? По моему мнению... Слово потеряно? Нет, наверное. По моему мнению... Благодать потеряна. Потеряна. Потеряна вера, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Когда Христос был в доме, дом был забит людьми. Четырех приносят расслабленного человека. Они посчитают, ну куда уж больше, как этот человек. Ему первое место должно быть. Они... Ну, не тут-то было. Они попробовали в одну дверь. Никто не уступает. Они в другую. Они вокруг дома. Никто. Мужики, да вот мы заботимся за человека парализованного. Послушай, у нас своих нужд по горло. Вот нам Иисус ответит, а потом на наше место типа это. Когда Иисус в доме, когда это не будто правда, а это правда. Когда служение ведется вот именно в таком ракурсе, где есть ожидание, где люди приходят с ожиданием получить сегодня что-то от Иисуса. То он и начинает себя являть. Ну, мы не хотим приписывать, как целый ряд есть критиков харизматического, писательского движения. Приписывают такие вещи апостолам и Христу, в том числе, которые не присутствовали в его служении. Абсолютных массовых исцелениях. Ну, не всегда это было в жизни Христа. И в жизни апостолов это не всегда. По неверию не мог исцелить, написано. И апостолы болели. И Павел говорит о себе, что если бы так все было в чудесах и сверхъестественных, то вот никто из них не принял мученическую смерть. Все вот так через стены проходили бы, как Христос. Но лучше быть в Ефизе больным и увидеть животворящего Христа для кого-то, чем быть в храме здоровым, при полной организации. Все течет по скеджулу, но Христос выдворен оттуда. Потому что болеем, здоровые или больные, это временное явление. И нам нужно заметить Христа не мормонов в нашей жизни, который никогда себя не являет, яговистов или мусульман. Мусульмане, они, для них Христос – это очень большая личность. Но настоящий Иисус Христос, он, проходя по Ефизе, он за себя заявил. Мы не скажем, что там все исцелились, но что выделяет Христа от Мухаммеда, вот это его сверхъестественный Христос сказал, не верите моим словам, я подтверждаю мои, чего не может сделать никто другой. И плюс святая жизнь. Потому наши богослужения должны возвратиться в атмосферу ожидания, что мы идем и знаем, что что-то будет, кому-то будет, для кого-то будет. Он поставит свой штрих, он где-то о себе заявит. Это другие могут осуждать, я-то говорить, что вот они за знамениями бегают. Знаете, когда у матери ребенок страдает астма у него, и доктора приписали все, что могли, ингалятор, баллон кислородный на всю жизнь со шлангами, она не ищет знамения, не надо осуждать. Вот я слышал целый ряд, даже и писательских пастырей, да они там только исцеление им дай, дай им освобождение от бесов, им чудеса дай. Ей не надо знамения, ему как-то не назови, хоть веником назови. Она ищет здоровье для ребенка. Ну конечно. Он синеет, он на грани смерти каждую ночь. Мать хватается за соломинку, чтобы сын здоров был. Да, потому осуждать ее, что она где-то едет, где-то, что в своей церкви, значит, там не создается атмосфера. Да той матери, может быть, где-то приходит отчаяние, ей, как в Ефезе, я говорю, а тому 38-му, 38 лет он там находился, наверное, он рад был быть там, что видел воду для своего соседа возмущенной. Или для того. Это давало ему веру. Но сегодня, когда из года в год ничего не возмущается, какая-то вода, это большой вопрос. Пастор Василий, смотри, не является ли частью проблемы, что мы в погоне, как пастыря, в погоне за оточенной, запятая, правильной, запятая, красиво построенной, запятая, проповеди? Вот мы стремимся, чтобы первый пункт, второй пункт, третий пункт, 7 пунктов освобождения, 12 ступеней хождения, и вот потеряно вот это вот. Мы не кричим пожар, потому что, знаешь, мы не кричим пожар, глядя на пожар, потому что у нас же 10 пунктов, я должен в проповеди перечислить. Я не против тематической проповеди, и сам их люблю, и сам их говорю, тематические проповеди, но я о том, что когда видим погибающего, когда видим трагедию, вместо того, чтобы кричать «караул», вот мы занимаемся убаюканием. Я сам люблю профессионализм, и на это очень категорически стою. И наша сцена, голливудская сцена, там дым, и огни блестающие, и все остальные вещи. Не говори голливудское, говори современное. Современное, вот скажем так. Значит, нам надо понять, на каком языке разговаривает сегодня общество, в котором мы живем. Буквально недавно я разговариваю с одним пастыром, достаточно известным, не называя его имени, он говорит, ну ты говоришь правильную вещь о спасении людей. Вот в нашей церкви мы несколько раз в году объявляем так, что давайте, я вот говорю, ну давайте, ну давайте мы пригласим несколько раз в году неверующих людей. Я согласен, я согласен в крестном собрании, вот притворить, вынести из этого собрания все то, что вот мешает неверующим людям. И я так понимаю, что вынес молитву на иных языках, и вынес за исцеление, и за освобождение вынеси, и то вынеси, вот создадим. Создадим для неверующих. И это представление из Советского Союза об обществе, так называемом атеистическом обществе. Но это фейковая была обложка этого общества. За один день они все стали христианами в Советском Союзе. Были тотальный атеист, типа, и тут раз, вдруг оказалось, что это все было фейк. Мода пошла на христианство. То нам селить в нашей церкви коврики атеистические, упросить для общества дорогу светского. Мы ошибочно знаем общество. Общество от политиков, спортменов, голливудских звезд, бизнесменов погрязло в оккульчизме. Грубом. И часть из них в таком более профессиональном... Скрытом. Нью-Эйдж. Как скрытым, завулированным. Нью-Эйдж. Это все духовность. Потому что лучше понимает общество летать на метле или заходить через дымоход или атеистическую дорожку в церковь, то надо еще спросить общество. Больше понимают мысль летания на метле и через дымоход заходить. Ну я утрирую. Понимаете? Надо еще понимать, кто есть общество. Атеистов не так много. Душа христианская. Даже если в мозгах он там что-то бредит, то душа где-то Бога все равно ищет, помимо иногда несогласна с мозгами. Потому разговор, то есть разговор общества, он духовен. Юрий, вот послушайте, друзья, пастера послушайте. Интернет забит оккультными сайтами. Куда наши дети, молодежь заходят? Там разложена по полочкам. Как проклясть, наложить порчу, свести, навести, развести, забрать, увести. Масса заколдованных объектов с заговорами. Покупай это вот на это, это на это. Подбросил, подкинул, подложил под кровать, под машину, под сидушку. Все работает. Потому у нас мы не до конца проинформированы об обществе. Как простелить дорожку в церковь. То ли унести из церкви духовность, чтобы там вот все, как ты говоришь, по пунктам. Или это может даже ошибочное представление. А может Христа принести в церковь? Потому сказать, что общество атеистическое, и нам нужно вот сыграть вот в этом стиле музыку, чтобы привлечь на себя, ну, нам нужно Евангелие. Написано не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Вот это, наверное, и потеряно, пастор Василий. Потому, когда этот вопрос не ставится в первую очередь на братских наших богослужениям ребром, мы не можем это трудно принести и в нашей церкви. Потому что, как я сказал, мы тупеем все, это правда. Почему мы должны рефрешить ourselves, освежить постоянно, освежать. И мы друг друга можем освежать. Мы какими-то обстоятельствами, ситуациями, мы должны при... Обновление ума должно быть постоянно. Да, а степенять себя, это правда, это правда, это правда, это правда, это правда. Почему и написано, увещевайте друг друга, даже обличайте друг друга, поддерживайте друг друга. То есть стюрдап, как ты говорил, стюрдап. И знаете, что... Вот, Михалыч, из нашего прошлого, если мы посмотрим, когда мы были тимейджерс, вот эти молитвы, когда о исполнении Духом Святым, хотя, я не знаю, до какого времени ты был в баптистской церкви. Я когда уже чуть понялся... Я никогда не был в баптистской. Я учился в баптистской школе. Я был в баптистской. Когда в нашу баптистскую церковь пришло... Но мы с тобой, помнишь, говорили в прошлый раз, что мы баптисты, с тобой крещенный Духом Святым со знамениями иных языков. Когда вот начало приходить учение о крещении Духом Святым, и вот оно выглядело, когда посмотрю, да, сегодня, оно выглядело вот так, ну, пугающе, знаешь, бесцеремонно. Но есть, но есть за пределами просто интеллекта или вот сложившегося мнения со стороны общества, есть дух человека, которому Бог прикасается. И вот если, когда я посмотрю на вот этих пацанов, девчонок, которые вот пережили однажды вот эти духовные прикосновения, это повело их по целой жизни. Даже кто-то спотыкался, где-то, где-то, но все равно это ориентировало. Сто процентов. Ты в мою судьбу сейчас говоришь. Вот. А? Ты говоришь в мою судьбу сейчас. Вот это я себя таким вспоминаю, оно ориентировало, и оно ведет по жизни. Тут приходят какие-то перемены, ты усовершенствовываешься, но однажды ты зацепился за это. Сто процентов. И оно тебе до смерти. Сто процентов. Оно на самом деле было таким примитивным, там без пунктов, знаешь, без высокой философии, все. Но, когда вот смотрю на наших конференциях, молодежь наперед выходит о кричении Духом Святом, на языках. Кричат, молятся, плачут. Вот, кто-нибудь скажет, как написано же, не безумие ли это? Ну, послушай, ты потом проверишь, безумие ли это или нет. Это именно и это сохранит от наркотика. Сто процентов. От садомии. Да. От развода. Вот это поведет как раз по жизни. Это очень важно. Пастор Василий, ты думаешь, что потерян акцент в наших проповедях, как служителей? Мы должны акцентировать внимание слушающих, всех, если мы говорим привлекать неверующих людей. Мы должны акцентировать на то, что ад очень страшен и ужасен. Или на то, что любовь Бога очень сильна. То есть, приди, потому что Он тебя любит. Или приди, потому что в ад попадешь. Или что-то между этим нас. Это то и другое. Это то и другое. Это не может быть вычеркнуто что-то. Не должно вычеркнуто быть что-то, но это-то правда неизбежная. Как бы ты ни пытался уйти от реальности смерти и наличие ада. Лучше об этом знать. Что более срабатывает, когда мы показываем на любовь Христа на кресте или на существование ада? Знаешь, Михайлович, где есть грех, там всегда есть боль, печаль, слезы, разжарование, безнадежность. Грех никогда не милует. Он будет приносить разводы, угрозы или тюрьма. И пошло, и пошло, и пошло. Потому проповедовать о грехе, как о шпионе. А о враге, проповедовать о грехе, как о враге нашего благосостояния. Не проповедовать о грехе, не проповедовать о грехе. Ой, вы знаете, это такое хорошее явление. Ну Бог, он что-то в ненастроении был. вот разозлился наставил этих вот причин чтобы от нас забрать радость да нет божьи заповеди хранят нас а тех катастрофу а тех шпионов этих этих врагов и нужно передать так как бог передает грехи свяжешься с грехом пойдешь по миру пока ты покатиться разводы болезни угрызение совести будешь угасить алкоголь наркотики ничего не поможет но но а довестись церковь до того что грех умножился и таким стал сильным и непосильный что загнал бога в угол и теперь ты уже бог богу некуда деваться вынужден сдаться вы не справиться то это неправда за грех с грехом все рассчитано дверь открыта бог прощает грех дает дает вечную жизнь просто церковь тогда быть в этой сфере очень агрессивной не 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 разбавлять эти вещи водичкой что грех то есть грех и что спасение это грех это стихия церкви где она флоришен я на себе заявляет но если грех напугал церковь и она пастор усилий по ходу вопрос как ты думаешь стоит ли произвел стоит ли делать то что делают некоторые служители и на постсоветском пространстве здесь в наших штатах они конкретно фокусируют свое внимание только лишь на на неверующей среде и разделяют и говорят так мне один говорит я не хочу работать с верующими пусть они идут в другие церкви я хочу работать только с теми которые вот ищут бога или оно должно быть в сочетании и тем должно иметь место в церкви и тем а ну-ка нет лишних поколений в церкви они очень нужны один друг я даже не возрастной категории говорю если ты задаешь этот очень щепетильный вопрос если возможность реанимировать до целых ряд церков если конфликт заходит так что нужно платить большую цену то лучше от него уходить в моем случае когда я пошел на открытие церкви в паска там были хорошие церкви которые сейчас есть с наши славянские сейчас в 3 и тогда было 2 и я не пошел те церкви потому что когда я задал вот эти простые вопросы братьям как скоро мы дадим место американском американцам нашей нашей церкви а как на скоро наши дети устанут проповедовать призваны к служению они были здесь очень осторожны и не были excited то в моем случае я не хотел идти в эту церковь чтобы проявлять свое несогласие потому что я приехал свежий человек я не стал членом я не их не член я приехал пастором я решил так я им сказал братья я благодарю вас за приглашение ценю я буду приходить к вам собрать на собрание но моё евангелие чтобы спасались там где я нахожусь ваша где там будет посылать миссионеров там молдавию на украину белоруссию где это ваша евангелие ну а я хочу чтобы оно начало с иерусалима потом иудеи а потом с а потом до края земли но глядя на историю твоей церкви то евангелие который ты избрал оно сработало в вашей среде то я как раз и но сработало как раз и говорю знаю если братья знаете братья давайте так ну получились какие-то там у нас дистанции а я сказал так братья знаете что давайте если конфликта я не хочу если меня что-то получится то я послужил примером для вас и пусть лучше мой пример разрешит вместо конфликта пусть будет пример понял потому что можно много конфликтовать а если ты не покажешь пример конечно конечно будут потери только лучше тебе со стороны и когда мы сейчас вот делаем конференцию в сиэтле это уже пример который из паска переезжает в сиэтл и конференция конференцию будет делать наша церковь это и это значит уже не пустые слова есть от чего оттолкнуться да потому что у вас есть есть определенный опыт это сто процентов вот друзья делаем опять нашу наше объявление вот и франк распространите эту информацию вот то что вы здесь слышите о чем мы говорим вот это будет происходить на конференции иисус в доме вот с этого будет отталкиваться все прощаются тебе грехи когда он был в доме говорит прощаются тебе это самое больше но чтобы вы знали что сын человеческий имеет право прощать грехи там где грехи прощены там вечное спасение это это центральная центральный месседж вот который мы проповедуем а потом он продолжает до встань возьми да потом молимся за освобождение от бесов молимся от крещения духом святым молимся за исцеление и сколько бог дает столько сколько получать благодарный бог остальные как мы идем к доктору и он иногда откидывает нас на 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 неделю на 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 процедуры на месяц о некоторых случаях пожизненно прописывается и мы и мы соглашаемся на 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 таблетки на медицину почему мы должны стать быть к богу такими категоричными вот я раз у бога попросил или два не получилось все вопрос закрытый друзья я вам так скажу если кто-то из ваших лидеров скажет туда мы не пидем друзья я вам я знаю это служение я просто активно поощряю вас не смущайтесь когда ваш лидер скажет туда мы не пидем и объявление на робом украинцы говорят друзья во имя господа просто примите это слово я знаю что будет очень живое слово помазанное свидетельство будут особые служители будут не собираемся на данном этапе открывать там церковь потому что мы понимаем эту ответственность которая следует за этим несомненно вот но сделать эту конференцию а и как послужить примером как я сказал чтобы это не чтобы это не был вопрос конфликта посмотрите да это в последнем итоге будет записано осталось несколько минут время так стремительно обратить в твое обращение и к пастырями к служителям я даю тебе платформу и телеобъектив пожалуйста друзья пири пири пошлите эту передачу вашим пастырам как я мы даже на ютюбе говорим на ютюбе да пусть посмотрят чтобы зажечь церковь нужно чтобы пасты зажегся потому это богослужение она будет о многом конференция многом этом говорить чтобы зажечь нам друг друга мы соработники у бога мы не конфронт не конфронтуем не конфликтуем мы мы есть сапастыри и наша величайшая ответственность цену которая заплаченная на кресте спасение просто предотвратить это таких колес которые справа если подминают судьбы подминают семьи пожалуйста давайте будем вместе болта благословит вас спасибо пастор вас или друзья то чем мы говорили то что вы слышали сегодня она настолько важно но я называю это архиважно архиважно и если бы мы собрали все наши многочисленные проповедя в одну короткую проповедь она которая должна была быть иметь место центральной основополагающей ключевой спасибо христос умер чтобы спасти чтобы спасти христос умер за тебя христос прощает грехи приди к христу сегодня то есть это 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 центричная мысль любой проповеди все остальное оно сопутствующее содействует со всех сторон но спасение человека спасение души которая бесценна в очах господних это самое основное ради этого мы живем построить всегда спасибо тебе всегда велкам всегда интересно с тобой поэтому бог да благослови и встретимся тогда федерал вэй приглашаю да спасибо обязательно я буду там приглашаем вас всех ждем всех друзья иисус христос любит тебя мы также любим вас оставайтесь с нами на импакте и будьте благословим иисус христос любит тебя Редактор субтитров А.Семкин